Елка Благодаря духу растение колючее, вырастает до огромных размеров и живет до 300 лет. Была традиция заносить ветви в дом, потому что сразу становилось здоровее жить, умирали микробы, даже люди молоко процеживали через чистые ели. Хоть елка и была всенародной любимицей, но раньше в общественных местах, в отличие от современности, она была гостью незваной. Зеленые растения разрешали заносить только в церковь и на религиозные праздники. С новой силой елка ворвалась жизнь граждан нашей страны в 1699 году, когда Петр I назначил празднование Нового года на 1 января. Тогда император и предложил ставить ель в каждый дом и на улице. Правда, игрушек на елку тогда не делали. Почти каждая состоятельная семья Российской империи развешивала на хвойное дерево сладкие подарки для детей. Это были орехи, завернутые в блестящую бумагу, большие конфеты, яблоки. Внизу, как правило, располагался валенок, куда родители помещали более ценные новогодние подарки. Потом появилась традиция делать уже домашние игрушки. Вот как раз этот обычай очень был развит в доме Ильи Николаевича Ульянова, где все дети делали к рождественскому празднику игрушки. И они сохранились и отчасти. Но потом наступили другие времена. У нас произошла революция. И стали думать, как бы избавиться от этих вредных царских и буржуазных порядков. Зеленую красавицу, радующий глаз, также причислили к старым, никому не нужным царским устоям. Во время и долго после революции по всей стране, как по Ватиму Мрамана Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» орудовала специальная комиссия только по уничтожению елочных игрушек. В приказе особенно выделялся пункт по ликвидации с витрин магазинов фарфоровых кукол, которые часто красовались на елке. В 1934 году уже при Советском Союзе права вечно зеленого растения вновь восстановили. Первые советские игрушки, они соответствовали эпохе. И можно по игрушкам елочным изучать историю нашей страны. Потому что сначала это были красноармейцы даже, ну конечно какие-то животные, просто шарики. А потом появились уже ракеты, вот в особенности после запуска спутника. В 1937 году в Ульяновске на страницах местной газеты «Прилетарский путь» появились первые объявления о елочных базарах. В это же время в школах начали организовывать елки. А вот точная дата появления центральной елки на главной площади города неизвестна. Ясно лишь то, что до 2006 года, тогда еще на площади Ленина, устанавливали только живую ель. А игрушки на нее мастерили дети. В 2006-2007 году была приобретена первая искусственная большая ель с хорошей, замечательной гирляндой. Но это вот тогда, будем говорить, индустрия вот этих больших новогодних елок, которые в разных городах возле торговых центров устанавливались. Спустя шесть лет Ульяновск обзавелся нынешней 20-метровой искусственной елкой. Собирается она за три дня. Еще два дня необходимо, чтобы снарядить центральную елку современной световой иллюминацией. И еще один день уходит на развешивание новогодних игрушек. С уникальной светодиодной гирляндой, которая работает на системе кластеров. То есть определенная световая программа может записываться, меняться. И вот эта гирлянда, вот это оснащение светодиодное может давать совершенно разные эффекты. На носу 2019 год. Такой же немыслимый без елки, как и все остальные. Открытие центральной городской елки запланировано на 25 декабря. Правда уже на Соборной площади. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.